Магнитогорские баскетболисты выиграли школьную лигу Владимир Ильин. Рисунок к статье. В Нальчике прошел уже девятый по счету финал всероссийского детско-юношеского турнира по баскетболу Лакобаскет, школьная лига. У юношей победителем стала команда средней школы N32 Магнитогорска. В соревнованиях девушек успех праздновали представительницы лицея N11 Ростова-на-Дону. Читайте также, как софтбол стал самым популярным видом спорта подмосковного Тучкова Лакобаскет, школьная лига, один из крупнейших спортивных проектов России, который существует с 2006 года по инициативе ПБК «Локомотив Кубань» – Краснодар. Сначала многоступенчатый турнир охватывал только юг России, но с каждым сезоном география участников неизменно расширялась. Теперь в турнире принимают участие уже около 200 тысяч школьников, причем Лакобаскет давно уже вышел за границы Южного федерального округа. Сейчас, например, в соревнованиях впервые сыграли юные баскетболисты из Республики Крым. «Девять лет назад это был региональный турнир, и руководителям ОАО РЖД Владимиром Якуниным нам давалась установка, чтобы мы вовлекли весь юг России в данный проект», – сказал президент ПБК «Локомотив Кубани» Андрей Ведищев. «Мне кажется, мы с успехом это сделали и, более того, превратили соревнования во всероссийские». Очень важно, что финальная часть турниров впервые прошла в Кабардино-Балкарии. Те усилия, которые приложили президент Республики Юрий Коков, министр спорта Асланбек Хуштов и председатель комитета парламента по спорту и туризму Мурат Карданов, позволили создать этот праздник. «Мы развиваемся очень активно. У нас теперь играют и девочки, это очень важно. Мне понравилась интрига, понравилось желание бороться до последней секунды. На самом деле мы увидели все грани великой игры баскетбол. В мире им занимаются 500 миллионов человек, 2,5 миллиона из них в России, и это только те, кто зарегистрирован в официальных спортшколах и клубах. А сколько ребят, которые играют в таких вот школьных командах? Очень важно, что эта массовая игра сейчас получила развитие на Северном Кавказе. Думаю, наш турнир может дать толчок созданию в Кабардино-Балкарии из этих перспективных ребят команды мастеров. Смотрите также, Уникс вырвал победу у Химок на последних секундах матча. Почетными гостями финала были три олимпийских чемпиона по разным видам спорта. Пловец Александр Попов, гандболист Игорь Лавров и мастер прыжков на батуте Александр Маскаленько. В финале турнира девушек лицеистки Ростова-на-Дону переиграли сверстниц из школы Ленинского района Ставрополя, хотя уступали по итогам стартовой четверти. Итоговый результат – 63,39. Самым ценным игроком решающей стадии признана Ульяна Травина из состава победительниц. Главный матч турнира юношей в спортивном комплексе «Гладиатор» держал зрителей в напряжении до последней секунды. Магнитогорцы выиграли у соперников из гимназии «Н». Четыре нальчика, всего четыре очка, 69,65. Концовка встречи прошла в череде штрафных бросков после тактических фолов. Титул «МВП» достался Александру Забалуеву из команды «Магнитогорска». Бронзовые награды получили юноши школы «Н». 77 Ростова-на-Дону и девушки школы «Н». Шесть города Усть-Лобинска.